Всем привет! Это очередной выпуск новостей из Дома-2. А перед началом ролика не забудьте подписаться и досмотреть видео до конца, ведь в конце всё самое интересное. Переживая свой развод с женой, Тигран Салибеков не только жалуется, что остался без жилья, но и на то, что бывшая жена Юля настраивает против него сыновей. Проведя свой выходной, заработанный на телепроекте Дом-2 с младшим сыном Багратом, вынужден был Тигран констатировать тот факт, что старшие его мальчики с папой, которого раньше обожали, общаться не захотели. Не получилось у него и привезти сыновей на поляну, несмотря на все усилия. Примечательно, что свой выходной в тот же день Юлия Белая проводила одна за периметром. Знакомить её с Багратом Тигран отказался. Сожалеет Тигран Салибеков о том, что под камерами телестройки появляется только его бывшая супруга Юлия Салибекова с подробностями делёжки совместного нажитого имущества. Или сожалеет о том, что дети оказались втянуты в публичные разборки родителей, продолжающиеся до сих пор. Как думаете? Как Соня Спаркс и Настя Исаева выясняли, кто из них падшая женщина? Не только Анастасию Исаеву, но и зрителей Дома-2 интересует вопрос, за какие такие заслуги Соня Спаркс обитает в отдельной комнате на поляне. Не потому ли в ночном эфире от 13 мая выясняли девушки, кто из них падшая женщина? Настю Исаеву упрекала, обиженная её словами о своей легкодоступности Соня, что симпатии к Михаилу Козлову у юной красотки нет и отношения она готова строить с кем угодно, лишь бы на телестройке остаться. Даже конкурировать с вечно одиночкой Яной Захаровой тоже в отдельном помещении обитающей Исаева сумела, как и отстоять своё место на брёвнах в ночном эфире. В ходе перепалки между девушками Исаева в ответ парировала, что действия Сони Спаркс, трущися то об одного, то об другого, говорят громче всяких слов, кто же легкодоступный на телестройке. Жаль, что не было во время съёмок Артёма Гранта, которого якобы ждала Спаркс в периметре. Ведь, как известно из новостей, и после своего возвращения Грант на флирт Спаркс так и не клюнул. Открытым так и остался вопрос о том, почему у Сони есть такие привилегии на телестройке. Может, Настя Исаева знает гораздо больше, чем показывают зрителям Дома 2. А Пенченко и Захарова пытаются выгнать Балыкина из Дома 2. Алена обиделась на своего парня Никиту, который после расставания решил заселиться с другой девушкой в отдельную комнату. Понимая, что ей будет сложно наблюдать, как парень счастлив с другой, Алена пошла на крайние миры и начала мстить. Стало известно, что А Пенченко и Захарова пытаются выгнать Балыкина из Дома 2. Девушки собрали заговоры на поляне, и во время мужского голосования большая часть участников высказалась за уход Никиты с проекта. Заговор провалился, но в следующий раз Яна и Алена решили настойчивее отстаивать свои интересы. Против Балыкина проголосовали по просьбе Захаровой даже его друзья. Иммунитета не было, но ведущие приняли решение оставить парня на проекте. Расстроенный и вынужденный оправдываться Балыкин рассказал в своем микроблоге о том, как он попытался выделиться и вступился за Татьяну Репину, вызвав гнев Алексея Безуса. Но Таня не поняла желание Никиты поссорить ее с Лешей и тоже проголосовала против Балыкина, хотя ранее с ним хорошо общалась. Также Никиту не поддержали его друзья Илья Рыбаков и Влад Дубровский, но это ожидаемо, ведь они сами могли вылететь за ворота. Против Балыкина сыграло его желание показать себя ярким участникам перед голосованием. Он сломал палец на ноге, позвал на проект девушек, делал комплименты Соне Спаркс и Насте Исаевой, уговаривал Репину бросить Безуса, нянчил сына Ульяны Кутузовой. В итоге его назвали неискренним и погнали прочь. Про Валияна Захарова, когда говорит, что у Никиты нет своего мнения и он неинтересен, как участник Дома-2. Зачем Алена унижает Никиту, если через неделю будет перед ним извиняться? Непонятно. Артем Грант признался, что цветы для Кати Скалон отправил он, ожидая Катю на проекте. Пришла новость с поляны, что вернувшийся из отпуска Артем Грант заболел и вынужден обратиться за помощью к врачам, так как самолечение ему не помогло. Прервет теперь Грант свой спортивный марафон в социальных сетях, раз ему не позволяет состояние собственного здоровья учить других. Общаясь со своими поклонницами в сети, Артем признался, что считает себя завидным одиноким кавалером на Доме-2, приглашая желающих стать его партнершей на телестройку. Ведь отношения с Сони Спаркс, которая активно ищет ему замену и осваивает роль провокаторов в паре Безусы и Репиной, заменив Яну Захарову, у Гранта не сложились. При этом Артем Грант признался, что цветы и открытку для Екатерины Скалон в Сочи отправил он, надеясь на дальнейшее общение с ней. Как думаете, долго придется ждать нарциссу Артему Гранту очередного появления Скалон на проекте? Поклонницы Надежды Ермаковой преследуют и затравили Николычука. Надя Ермакова отдыхает в Турции, но каждый день вспоминает в социальных сетях о том, что ее свадьба не состоялась, и от этого бывает грустно. Мечты разбились на мелкие осколки, а деньги, заплаченные за аренду загородного дома, сгорели. И теперь ей заново нужно окопить на свадьбу. В вечернем эфире 13 мая стало известно, что поклонники Нади преследуют и затравили Николычука. Подписчицы Надя уверены, что из-за него Надя и Даниэль не поженились. Артуру пишут неприятные вещи в социальных сетях, как и его супруге Кате Гориной. Якобы он не должен был звонить Даниэлю Чистову, сообщая о том, что Надя потрогала Гранта и Рыбакова, танцующих стриптиз. Пусть бы Надя сама разбиралась, что сказать жениху, это было ее личное дело. Но Николычук в очередной раз напомнил забывающим факты телезрителям, что Ермакова постоянно врет, что он вынужден был сказать Даниэлю правду сразу, чтобы Даню опять не обманули. В любом случае, свадьба бы не состоялась, но через неделю после эфиров за три дня до росписи сложно было бы вернуть потраченные деньги, считает Артур. Так, значит, деньги Нади и Дани вернули, а Ермакова опять врет и говорит иначе. Тем временем, Надежда Ермакова скоро вернется на проект вместе с Даниэлем и, если у них будет все хорошо, уйдет за Чистовым с проекта. Как будто Чистов собирается покидать Дом-2, потому и оставил на поляне свои вещи и фотографии. Где же Даниэль на вторую свадьбу будет зарабатывать? Как считаете, почему Ермакова боится говорить правду? Вскрылись новые детали в разводе Виктории Романец и Антона Гусева. Пока Антон Гусев хранит молчание, Виктория Романец отдыхает за границей, пытаясь прийти в себя после предательства экс-благоверного. Сторис Вика делится яркими кадрами отпуска, подчеркивая, что заслужила подобное счастье. К слову, Романец не упускает повода вспомнить бывшего и не в самом лесном контексте. К примеру, девушка пошутила по поводу того, что якобы все ее фото новые сделаны исключительно для того, чтобы позлить Антона. По словам Виктории, она просто мечтает вернуться в отношения, где ее не любят и не уважают, а за ее спиной переписывается с другими. Неожиданно Романец раскрыла и новые подробности разрыва с Антоном. Не называя имен, девушка заявила, что Гусев переписывался в том числе и с участницами Дома-2. Более того, переписка носила более чем романтический характер. Вика не исключает, что в свете истории с разводом Антон может попытаться вернуться на проект. Как скоро Гусев появится на поляне? Пишите комментарии. Свершилось! Евгений Ромашов сделал предложение Насти Бигриной в присутствии ее мамы, и девушка сказала да. Как и предполагалось ранее, в день рождения Насти Бигриной она получила самый дорогой подарок, за которым и отправилась вместе с Ромашовым в Питер. Пришла новость, что Женя сделал предложение Насти. Вечером празднование продолжится в Санкт-Петербурге, так как Женя Ромашова будет выступать в ночном клубе, в который заранее пригласил не только именинницу Настю Бигрину, теперь его официальную невесту, но и ее друзей и родственников. Как только Евгений Ромашов и Настя Бигрина вернутся на поляну, сразу же начнется подготовка к свадьбе. Дожали все-таки на проекте женить бы музыканта Ромашова, не так ли? В сети появилась информация, что от этой новости Кристина Бухенбалты рвет и мечет. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные новости. Кликайте прямо сейчас! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии!